Стартовая страница. При входе в систему вам необходимо пройти краткую регистрацию, после которой у вас появится имя пользователя и пароль. Главная страница. Находясь на любой вкладке Агротроника, вы можете быстро перейти к любому разделу. Для этого достаточно выбрать необходимый вам раздел из выпадающего списка в верхней части страницы. Главная страница позволяет вам одновременно видеть списки вашей техники, ее местоположения и последние поступившие уведомления. Окно «Карта». Вам предоставляется электронная карта с отображением положения всех единиц техники. Журнал уведомлений. В правой части главной страницы окно уведомлений, в котором отображается тип комбайна, его серийный номер, содержание уведомления, а также дата и время поступления. «Мои машины». Данное окно представляется в виде таблицы, в строках которой выбраны и комбайны. А столбцы отображают следующие параметры. Индикатор состояния. Тип транспортной единицы и серийный номер. Дата и время последней активности. Длительность последней активности. Диаграмма состава времени активности. Текущая скорость передвижения транспортной единицы. Средняя скорость комбинирования. Расход топлива за текущие сутки. Убранная площадь за текущие сутки. Производительность за текущие сутки. Кнопки. При нажатии кнопки «Подробности» осуществляется переход на страницу подробностей для конкретной машины. При нажатии кнопки «Слежение» осуществляется переход на страницу слежения с выбором этой машины. Данное окно позволяет просматривать активные и неактивные машины. Меню «Подробности» с главной. На данной странице отображаются специфичные параметры для конкретной выбранной машины. Исходя из этих показателей, можно делать различные выводы и повышать эффективность работы. К примеру, сравнивать эффективность операторов или уменьшать время, затрачиваемое на выгрузку. Карта с отображением положения выбранной единицы с указанием трека за текущий день. Журнал уведомлений. Основные показатели выбранной машины. Анализ рабочего времени за последние шесть календарных дней. Слежение. В этом меню отображается карта с местоположением выбранных машин, треки перемещения, границы полей и производительность выбранной техники в заданный интервал времени. Положение техники отображается в виде значка и серийного номера машины. Вы можете не только просмотреть траекторию движения выбранного комбайна, но и проверить его местонахождение в определенный период времени. Информация о скорости движения позволяет вам контролировать операторов на предмет превышения рекомендованной скорости уборки во избежание увеличения потерь и рекомендованной скорости при транспортировке для контроля нарушения оператором ПДД при перегоне техники. Контроль места выгрузки позволяет вам контролировать несанкционированные выгрузки. Контроль простоев позволяет отследить эффективность операторов и контролировать излишний расход топлива, к примеру, от простоя с включенным ДВС. Также данная информация позволяет выявить причину простоев и оптимизировать логистику. Фильтр «Выбор машин». Фильтр «По периоду». Фильтр «Отображение на карте» в виде элементов-выключателей. У вас есть возможность переключать различные параметры для формирования конкретного местоположения при возникновении уведомления в зависимости от скорости движения, степени загрузки двигателя, заполнения бункера, выгрузок и простоев. Отображение трека на карте. При наведении курсора на трек вы получите информацию об уведомлении, полученном в конкретной точке трека. Уведомления. В меню «Уведомления» вы имеете возможность обзора всех аварийных и предупредительных сообщений, найденных после выбора машины и периода времени. Аварийные уведомления передаются по мере их возникновения. Вам доступна выгрузка отчета по уведомлениям в формате Excel. Меню «Анализ». Страница «Использование времени». В меню «Использование времени» есть возможность фильтровать результаты по технике и периодам. А анализ рабочего времени, согласно параметрам «Время уборки», «Передвижение без уборки», «Простой с включенным двигателем» и «Остановки», доступны для шести дней из выбранного периода. Ниже приведены абсолютные и процентные значения использования времени, тип машины с серийным номером, анализируемая дата, диаграмма активности, время уборки, «Передвижение без уборки», «Простой с включенным двигателем», «Остановки». Анализ и сравнение данных показателей позволят вам наиболее эффективно использовать парк вашей техники. Сливы, заправки, анализ. На данной вкладке вы имеете возможность работы с картой, наблюдать за передвижениями объектов, изменениями их состояния и соблюдением рабочего режима. Кроме этого, вам доступен еще ряд опций, применимых именно к данному типу анализа. Для визуализации событий на карте используются два типа маркеров – сливы и заправки. Оба маркера отмечают места, где были зафиксированы заправки топлива или сливы, согласно показаниям датчика топлива. Также указываются время и место. Вы можете фильтровать информацию, исходя из времени работы техники. Данная вкладка позволяет вам контролировать несанкционированные сливы топлива и оптимизировать расходы на заправку. Отчет по уборке. Анализ. В этом разделе вы можете просматривать показатели по уборке за выбранный день определенной техники. В верхней части страницы расположены фильтры выбора машин и даты. Данный отчет позволяет анализировать суточную производительность и оптимизировать ее. Ниже – карта местонахождения единицы техники и показатели по уборке. Доступна возможность экспортирования отчетов в таблицу Excel. Экспорт отчетов. Анализ. Страница меню «Экспорт отчетов» предназначена для формирования всех возможных в агротронике отчетов по машинам, которые позволят вам проводить комплексный анализ. Вы можете формировать как отчеты по выбранным единицам техники, так и отчеты по различным группам машин. Отчеты могут быть посуточные и итоговые.